антон павлович чехов единственное средство а процесса петербургского общества взаимного кредита было время когда кассиры грабили и наше общество страшно вспомнить они не обкрадывали а буквально вылизывали нашу бедную кассу нутро нашей кассы было обито зеленым бархатом и бархат украли а один так увлекся что вместе с деньгами уточил замок и крышку за последние пять лет у нас перебывало девять кассиров и все девять шлют нам теперь в большие праздники из красноярска свои визитные карточки все девять это ужасно что делать вздыхали мы когда отдавали под суд девятого стыд срам все девять подлецы и стали мы судить и рядить кого взять в кассиры кто не мерзавец кто не вор выбор наш пал на ивана петровича помощника бухгалтера тихоня богомольный и живет по-свински некомфортабельно мы его выбрали благословили на борьбу с искушениями успокоились но ненадолго на другой же день иван петрович явился в новом галстуке на третью он приехал в правление на извозчике чего раньше за ним никогда не было вы заметили шептались мы через неделю новый галстук пенсене вчера на именины приглашал что то есть богу стал чаще молиться надо полагать совесть нечиста сообщили свои сомнения его превосходительству неужели 10 кажется канале вздохнул наш директор нет это невозможно человек такой нравственный тихий впрочем пойдемте к нему подошли к ивану петровичу и окружили его кассу извините иван петрович обратился к нему директор умоляющим голосом мы доверяем вам верим но знаете ли позвольте обрезать кассу уж вы позвольте извольтесь очень хорошо бойко ответил кассир сколько угодно начали считать считали считали не досчитались 400 рублей и этот и десятый ужасно это во-первых а во-вторых если он в неделю прожрал столько денег то сколько же он украдет в год в два мы остолбенили от ужаса изумления отчаяния что делать ну вот что под суд его нет это старое бесполезно 11 тоже украдет 12 тоже всех не отдашь под суд вздуть его нельзя обидеться изгнать и позвать вместо него другого но ведь 11 тоже украдет как бы красный директор и бледные мы глядели в упор на ивана петровича и опершись на желтую решетку думали мы думали напрягали мозги и страдали а он сидел невозмутимо пощелкивал на счетах точно он не украл мы долго молчали ты куда девал эти деньги обратился к нему наконец наш директор со слезами и дрожью в голосе на нужды ваше превосходительство на нужды очень рад молчать директор прошелся по комнате и продолжал что же делать как уберечься от подобных идолов господа чего же вы молчите что делать не пород же его каналью директор задумался послушай иван петрович мы внесем эти деньги не станем срамиться оглаской черт с тобой только ты откровенно без и кивок женский пол любишь что ли иван петрович улыбнулся и сконфузился но понятно сказал директор то их не любит это понятно все грешны все мы жаждем любви сказал какой-то философ мы тебя понимаем вот что ежели так уж любишь то изволь я дам тебе письмо к одной она хорошенькая езди к ней на мой счет хочешь и к другой дам письмо и к третьей дам письмо все три хорошенькие говорят по-французски пухлинки вино тоже любишь вина разные бывают ваше превосходительство лиссабонского например я и в рот не возьму каждый напиток ваше превосходительство имеет так сказать свое значение не рассуждай каждую неделю буду присылать тебе дюжину шампанского жри но не трать ты денег не конфусти нас не приказываю умоляю театр тоже небось любишь и так далее в конце концов мы порешили помимо шампанского абонировать для него кресло в театре утроить жалование купить ему вороных еженедельно отправлять его за город на тройке все это на счет общества портно сигары фотографий букет меблировка тоже общественный пусть наслаждается только пожалуйста пусть не воруют пусть что хочет делать только не воруют и что же прошел уже год как иван петрович сидит за кассой и мы не можем нахвалиться нашим кассирам все честно и благородно не воруют впрочем во время каждой еженедельной ревизии не досчитывают 10-15 рублей но ведь это не деньги а пустяки что-нибудь да надо же отдавать в жертву кассирскому инстинкту пусть лопает лишь бы тысячи не трогал и мы теперь благоденствуем касса наша всегда полна правда кассир обходится нам очень дорого но зато он в десять раз дешевле каждого из девяти его предшественников и могу вам ручаться что редкое общество и редкий банк имеют такого дешевого кассира мы выигрыши а посему странные чудаки будете вы власть имущий если не последуете нашему примеру